Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами рассмотрим устройство, которое позволяет умному дому управлять обычным не смарт освещением. Причем это будет не только банальное включение и выключение, но и регулировка яркости. Герой обзора называется диммер или светорегулятор, и это достаточно распространенный класс устройств, которые часто используют вместо выключателей. А наличие внешнего беспроводного интерфейса, позволяет включить его в систему умного дома. Производитель Moes, экосистема Tuya Smart. Модель по классификации Zigbee 2MQTT TS 0601. Тип устройства Triac dimmer. Мощность нагрузки 220 Вт для LED или флуоресцентных ламп, 300 Вт для ламп накаливания. Потребляемая мощность в режиме ожидания меньше или равно 0.5 Вт. Интерфейс Zigbee. Рабочая температура от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Рабочая влажность менее 90%. Срок службы кнопки 50000 нажатий. Срок службы ручки 50000 поворотов. Размер 86 на 86 на 53 с половиной миллиметра. Поставляется устройство в картонной коробке, оформленной в светлых тонах. Тут указано название производителя Moes, что на самом деле бывает нечасто. И логотип экосистемы Tuya Smart. На одной из боковых сторон указаны основные параметры устройства. К слову сказать, мощность тут с запасом для подавляющего большинства бытовых светильников. Приступим к изучению содержимого. К слову сказать, коробка весьма хлипенькая, но хорошая упаковка уберегла устройство от повреждений при пересылке. В коробке кроме диммера еще нашлись. Буклет с инструкцией, она кстати универсальная под эту сенсорную модель. И пакет с крепежом для подрозетника. Инструкция на двух языках, английском и немецком. Тут нарисована схема подключения и порядок разборки устройства для установки в подрозетник. Для подключения требуется наличие нулевой линии. Основная функция гаджета понятна по его внешнему виду, ничем особенным от обычного диммера он не отличается. В центре находится ручка кнопка, нажатие на которую включает и выключает нагрузку, а поворот регулирует яркость. Хотя устройство предназначено для установки в квадратный подрозетник 86 на 86 миллиметров, его задник достаточно компактный. На нем также продублированы базовые параметры. Глубина задника 26 миллиметров, плюс еще учитывайте место необходимое для проводов. Толщина крышки устройства чуть менее 9 миллиметров. В принципе в стандартный круглый подрозетник устройство помещается без необходимости каких-либо переделок. Но нужно учесть два фактора. Первый, это размер внешней крышки 86 на 86 миллиметров, что может быть проблемой, если у вас в ряду установлено несколько устройств, например есть еще выключатель или розетка. Второй, это крепление, так как те что есть на диммере не подойдут для штатных отверстий в подрозетнике, тут что-то придется колхозить, например сверлиться прямо в стену. А вот с квадратными подрозетниками проблем нет. У меня есть специальный тестовый стенд, как раз для проведения тестирования подобных устройств, которые я и буду использовать далее. Для разборки устройства необходимо сначала снять ручку-кнопку, для этого ее нужно просто потянуть на себя. Кстати у кого дома есть любопытные дети, имейте в виду, так как снимается она довольно просто. Далее снимаем крепежную гайку и шайбу с ротора потенциометра в центре. Тоже довольно просто откручивается пальцами. После этого снимается пластиковая крышка, под которой находится логическая часть диммера. Это хорошо в том плане, что Zigbee модуль не утоплен в стену, что положительно сказывается на качестве сигнала. Такая разборка уже достаточно для крепления устройства. Сбоку находятся штатные крепления для квадратного подрозетника, а в случае установки в круглый, можно крепить прямо к стене, используя отверстие по углам крышки. Открутив 4 самореза по углам платы управления, ее можно аккуратно вынуть. Соединение с силовой частью разъемное. Вид с обратной стороны. Тут находится четырехконтактный соединительный разъем. Могу констатировать, что с внешней стороны все выглядит намного аккуратнее. Это внутренняя силовая часть, она имеет соединение с металлической рамкой диммера. Которая кстати еще и выполняет роль радиатора охлаждения. С одной из сторон рамка имеет дополнительный отвод с винтовыми соединениями. Если снять винты, внутри видны силовые элементы, а на винтах есть следы термопасты. Дальнейшая разборка застопорилась из-за направленных в разные стороны защелок по углам и на одной из сторон платы. Я не сторонник деструктивной разборки, поэтому, боясь сломать, на этом и завершил. Для подключения тут имеется две пары контактов. Первая это входящая и исходящая фаза, вторая это заземление и нейтраль. Подключаю фазный и нейтральный провод, этого достаточно для запуска устройства. Наличие нулевой линии избавляет от необходимости обязательного включения нагрузки. Для удобства тестирования я подключу розетку. Нулевой провод тут общий, подключается в электросей, а фаза подключена к выходу L1 диммера. Заземление я не подключал. Вот тоже самое я собираю в тестовом стенде из подрозетников. Тут я поступил еще проще. Ноль от розетки соединил с нулем сети в разъеме диммера. Готовы к работе стенд. Кстати, обычная евророзетка нормально встала в квадратный подрозетник, правда без рамки, которая мешала ее закрепить. Но для тестов этого достаточно. Для перевода в режим сопряжения нужно удерживать кнопку диммера примерно 5 секунд, чтобы начал моргать светодиод. Логическую часть традиционно начну с родного приложения управления Tuya Smart. Так как диммер у нас Digby, то нужен шлюз. Я использую от того же производителя что и герой обзора с Ethernet. Запускаем его плагин и запускаем добавление нового устройства. После этого диммер переведенный в режим сопряжения в течении примерно минуты, проходит опрос и подключается к шлюзу. Останется указать название и локацию, и устройство появится в списке подключенных. Текущее состояние на уровне включено или выключено видно и в общем списке устройств приложения Tuya Smart. Для полного управления нужно перейти в его плагин. Тут дополнительно имеется еще и шкала яркости, но для ее использования ваш светильник должен поддерживать возможность диммирования, эта опция есть не у всех ламп. По аналогии с выключателями и розетками, тут имеется опция планировщика, который дает возможность отложенного управления по заданному времени и дням недели. В настройках диммера есть несколько полезных опций, например установка минимальной яркости. Если вы не хотите сильно глушить свет, то можно установить свой минимальный порог, ниже которого опускаться не будет. Еще тут есть возможность выбора типа светильника, всего их три по умолчанию LED. Если нужно ставим свой. Также есть возможность задать режим поведения светодиода, по умолчанию он светит только когда диммер выключен. В автоматизациях диммер может участвовать в том числе и как триггер или условия сценария. Это присуще почти всем устройствам Tuya Smart. Кроме этого, в этой экосистеме для автоматизации доступны все возможные функции устройства, хотя по факту применимы только два. Это статус и уровень яркости. Для действий тоже доступны все эти опции, причем не важно работают они реально или нет. Это особенность работы экосистемы. Из применимого, управление выключателем, в том числе изменение состояния на противоположное. Смена яркости свечения. Ну и возможно пригодится опция установки минимального порога. В свойствах устройства есть указание на то, что диммер поддерживается в Google Home. Это осуществляется разовым действием по добавлению в систему аккаунта Tuya Smart. Далее все совместимые устройства будут подключаться автоматически. Так случилось и с диммером, однако вместо ожидаемого мной устройства класса светильник, в перечне обнаружились шторы. Хотя обычно устройства Tuya залетают в Google Home корректно. Тест с диммируемой LED лампой. Кстати, это должно быть указано на ее маркировке, так как не все такие лампы могут менять яркость. Включение и выключение плавное. Включение происходит с той же яркостью, как и в момент выключения лампы. Лампа накаливания. Тут кстати, включение и выключение выглядит гораздо плавнее. Скорость отклика с приложения. Практически в режиме реального времени, очень быстро. Управление сквозное. При повороте ручки диммера двигается полдунок яркости на экране. Режим работы светодиода по умолчанию. В выключенном состоянии он светит зеленым, показывая местоположение диммера. Когда лампа включена, на любой яркости, светодиод не горит. Тут и пригодится установка минимального порога яркости, чтобы лампа не гасла полностью. Но можно поставить и так. В выключенном состоянии светодиод зеленый, в включенном белый. Тогда на минимальной яркости светильника диммер тоже будет подсвечен. Перейдем к интеграции в Home Assistant. Самый легкий, ничего не требующий для себя метод. Это штатная облачная интеграция Tuya Smart. Диммер автоматически появляется тут под тем же именем, что и в приложении. Правда функциональность тут минимальна, только включить или выключить. Так как этот объект относится к классу Switch. Для получения полного управления нужны другие интеграции. Например используемый и любимый многими Zigbee 2MQTT. Актуальная на момент проведения тестов версия 1.18.3.1. Переводим диммер в режим сопряжения и в интеграции запускаем добавление новых устройств. Менее чем через минуту диммер подключится. Картинка тут другая, от сенсорно-кнопочной версии, но с другой стороны нам важна не картинка, а корректная работа. Все остальное определяется корректно. Модель TS0601, диммер. Наличие нулевой линии и независимость от нагрузки позволяет устройству не уходить в спящий режим и выполнять функции роутера. На вкладке Exposes тут есть все основные функции устройства. Переключатель, включить-выключить и ползунок яркости, причем тут регулировка от 0 до 254 по 16 ричной шкале. В Home Assistant устройство пробрасывается в виде двух объектов, светильника и сенсора уровня качества сигнала. Еще раз уточню, светильника не выключателя, этот объект принадлежит к домену light. Отличие существенное, так как такой объект, кроме включения и выключения имеет и регулятор яркости, причем тут в более человеческом виде от 0 до 100%. Не будут обделенными и владельцы CLS шлюзов, с условием что установленная прошивка не старше чем от 8 мая 2021 года. Схема подключения та же. На диммере зажимаем кнопку пока не начнет моргать светодиод, на шлюзе включаем join. Ждем завершения интервью и подключения. Определяется все корректно, вплоть до соответствующей картинки, на которой изображен именно этот диммер. А так выглядит страница состояния диммера. На время проведения теста, тут больше функциональности, чем zigbee2mqtt. Начиная с стандартного включения и выключения, и продолжая установкой как текущей яркости, так и минимального порога возможной яркости. Что касается параметра transition, плавности изменений, то на момент обзора он еще и дорабатывается. Вот так диммер выглядит на карте сети, у него синяя роутерная связь, и он может передавать через себя данные от других участников сети. В Home Assistant опять же на момент тестирования, диммер пробросился и как объект домена switch, и как светильник с управляемой яркостью. Но возможно в дальнейших прошивках это пофиксят. В любом случае управление тут полное, включая яркость. Все остальное сенсоры, минимального порога яркости, последнего отклика, уровня качества сигнала и транзишн. Герой обзора позволяет ввести в систему умного дома обычный неуправляемый светильник. Например, если у вас они уже есть и менять их нет необходимости, либо когда смарт-цвет не подходит по дизайну. Кроме этого это просто напросто дешевле, причем кроме включения и выключения есть управление яркостью. Преимуществом умных светильников будет только изменение цветовой температуры, что нельзя реализовать при помощи диммера. К минусам или точнее сказать особенностям этого устройства, следует отнести его форм-фактор под 86 на 86 мм и необходимость нулевой линии в подрозетнике. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Надеюсь, что обзор был вам полезен и интересен, если да ставьте лайк. Чтобы не пропускать новое видео подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube у меня есть канал в Telegram, где ежедневно публикуется интересная информация, а также купоны и акции по тематике умного дома. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok